В Урае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Подробнее об этом случае, а также о том, как не допустить повторения ДТП с участием детей, нам расскажет начальник отдела госавтоинспекции по городу Ураю Руслан Рахманов. Здравствуйте, Руслан Фахрудинович. Расскажите подробнее об этом случае. У нас на прошлой неделе произошло дорожно-транспортное происшествие о существовании несовершеннолетнего ребенка, которое лежало в проезжей части жилой зоны, а при этом водитель при выезде жилой зоны не предоставил преимущества ребенку. В результате ребенок пострадал. Сколько всего дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних было зарегистрировано в этом году? За текущий период 23-го года у нас на территории города произошло 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 детей. Основная причина дорожно-транспортных происшествий это не предоставление преимущества детям в жилых зонах, а также на пешеходных переходах. Напомните правила поведения на дорогах для тех, кто управляет велосипедами и самокатами. Во дворах детям можно кататься, конечно же, на самокатах, а также на велосипедах. При этом они должны убедиться, что не создают помех другим участникам дорожного движения. О чем стоит помнить водителям? Конечно же, хотелось бы обратиться ко всем родителям детей, а также к водителям транспортных происшествий. Водители, чтобы были крайне осторожны при подъезде пешеходных переходов в основном жилых зонах, потому что у нас основные дорожные происшествия происходят в жилых зонах. Дети не спешиваются с самокатов, дети переезжают в проезжую часть на пешеходных переходах. Необходимо еще раз дома провести с детьми беседу о том, чтобы правильно переходили в проезжую часть и спешивались с пешеходных переходов. Спасибо, Руслан Фахрудинович. Я напоминаю, что сегодня мы обсуждали профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.